Ну что ж, коллеги, давайте начнем. Меня зовут Башаев Алексей, являюсь консультантом-аналитиком компании Кодерлайн. Профессионально занимаюсь внедрениями программных продуктов и финансовым анализом. В прошлую нашу встречу, уже почти полтора месяца назад, мы с вами обсуждали вопросы бюджетирования в программе 1S ERP и тогда договорились, что проведем встречу по методологическим основам и особенностям настройки аналитик. Вопрос очень серьезный, тема серьезная и сегодня мы постараемся максимально детально ее рассмотреть. Часть, как всегда, будет в виде презентации, в виде картинок и методологических основ. И закончим мы конкретными примерами в программе, как настраиваются аналитики в программе 1S ERP. Итак, первый слайд. Этот слайд не просто был создан мной уже много лет назад. Основная причина вот этого слайда – это достаточно своеобразное восприятие заказчика и пожелание заказчика на этапность выполнения работ. Когда приходим и начинаем делать анализ и вот первые встречи, первое интервью, и естественно мы спрашиваем пожелание заказчика, как правило всегда давайте сразу с бюджетов, с управленческих отчетов, либо с казначейства. Тоже вот частая ситуация. С казначейства здесь понятно – это блок, который формируется достаточно быстро, но все-таки нужно начинать не с него. И давайте я поясню свое мнение. В верхней части картинки в красной рамке обведена управленческая отчетность. Это то, ради чего в принципе внедрение нового программного обеспечения и происходит. Конечно, нужно понимать, что мы хотим получить – перечень бюджетов, перечень управленческих форм, отчетов, прогнозов и так далее. Но для формирования управленческой отчетности, в том числе и казначейства, необходимо понимать правила формирования этих отчетов. Вот прямоугольничек чуть ниже, тоже я ввел красной рамкой. И когда мы начинаем в начале процесса пытаться сформировать управленческую отчетность, пишем какие-то правила, делаем формы и, не дай бог, мы пытаемся перенести экселевские формы, экселевские файлы, к которым привык заказчик, в новую программу, ну, на мой взгляд, это просто беда. Экселевские формы категорически нельзя переводить в новую программу. Это мое сугубо личное мнение, но оно подтверждено огромным количеством внедрений. Когда идем на поводу у заказчика и пробуем и пытаемся перенести привычные заказчику формы экселя в программу в новую, как правило, это заканчивается большими переделками, но в конце проекта, когда понимают и заказчики, и все, что это неправильный был путь. Поэтому не нужно переводить экселевские формы в программу. Почему? Вот когда мы формируем правила отчетов в самом начале, мы еще не очень понимаем, что нужно заказчику. Мы не понимаем, какие аналитики, какие виды и разрезы анализа, какие реквизиты необходимы для этих отчетов. Конечно, мы анализируем те формы, которые дает нам заказчик. Конечно, мы пытаемся эти интерфейсы каким-то образом смоделировать, но все-таки это по верхнему уровню, потому что мы не провели еще предпроектный анализ. Более того, заказчик почему обращается к консультанту, либо самостоятельно пытается внедрить новое программное обеспечение. Потому что старый уже не удовлетворяет тем потребностям, потребностям бизнеса, росту бизнеса, и поэтому появляются новые требования. Но заказчик еще не понимает и не знает, что и как делать. Он только в начале пути. Консультант это обязан уже знать и обязан понимать. И консультант обязан понимать, что новые отчеты и управленческие отчеты невозможно сформировать в полном объеме и в актуальной форме без полного комплекта аналитик, без полного комплекта реквизитов. И мы подходим как раз к самому главному. Если мы не обеспечим в первичных документах вот этот полный набор реквизитов и аналитик, мы значит не обеспечим в конце пути полные актуальные данные для управленческой отчетности. Они будут дырявые, потому что в первичных документах в свое время не были зарезервированы реквизиты и они не были заполнены. И вот тот период накопления, вот я в середине сейчас, период накопления данных объем красным прямоугольничком, это обычно месяц минимум, в лучшем случае квартал. То есть мы теряем как минимум квартал, если мы начнем сначала с управленческих отчетов сверху, а не формирование необходимого перечня аналитик и настройки первичных документов. Вот этот квартал, период накопления, мы просто потеряем. И все равно вернемся в итоге к сбору анализа, к интервью, детальному изучению отчетов и самое главное формированию исчерпывающего закрытого перечня аналитик, которые должны участвовать в будущем в управленческих отчетах. Так вот, очередность этапа внедрения. Конечно, если заказчик просит либо требует сначала сделать бюджеты, можно пойти на это, но бюджет должен быть, ну скажем так, на скорую руку. То, что представляют заказчики и по тем статьям, которые уже заведены в систему. Это будет такой упрощенный облегченный вариант бюджета, но тем не менее с ним можно работать. Как можно быстрее необходимо переходить к сбору и анализу первичных данных для того, чтобы сформировать исчерпывающий перечень аналитик и реквизитов. Их необходимо завести в первичные документы для того, чтобы они попадали в регистр накопления. Вот когда мы эту работу сделаем, да, тогда можно переходить уже к правилам формирования отчетов и формированию управленческих отчетов. Пока мы будем генерировать эти правила, пока мы будем создавать интерфейсы, обработки и внешний вид этих отчетов, фактическая база данных уже будет накапливаться. И к тому моменту, когда мы подготовим интерфейс этих отчетов, мы уже сможем оформировать, потому что в регистрах накопления у нас будет вся исчерпывающая информация. Тогда будет все хорошо. Это вот такое вступление теоретическое. Теперь давайте перейдем к конкретным примерам, что значит аналитики, что значит базовые аналитики, что значит дополнительные аналитики. Базовые аналитики учета, их в среднем 5-6 по разным программам. Это вот дата, организация, контрагент, договор, сумма, сценарии. Это те реквизиты в первичных документах, которые мы заполняем. Естественно, они не исчерпывающие. Аналитик гораздо больше, но мы привыкли называть их дополнительными аналитиками, которые выходят за рамки перечня базовых аналитиков. И самое главное для настройщика и для управленца настроить эти аналитики, как базовые, так и дополнительные, чтобы они проходили сквозным примером по всем документам перечного учета. Когда мы формируем документы, очень важно и для управленческого учета, для скорости сбора данных, чтобы вот эти сквозные аналитики проходили по всем дочерним документам от заявки на расходование недельных средств до оплаты, либо от заявки на закупку до оплаты. Как правило, здесь 5-6 документов проходит и желательно, чтобы эти сквозные аналитики учета проходили по всем документам. Но, к сожалению, это не всегда возможно, потому что перечень реквизитов от документа к документу немножко отличается друг от друга. Вы это прекрасно знаете. В каких-то документах есть договор, в каких-то документах нет реквизита договора, в каких-то документах реквизит контрагент, в каких-то документах реквизит партнер. Вот эти небольшие отличия и в составе, и в наименовании несколько осложняют процесс сбора требуемой информации. И, конечно, желательно унифицировать вот эти аналитики и привязать их либо к документам, либо к статьям, чтобы вот эта сквозная аналитика прошлась по всем документам и можно было быстро и без ущерба для качества и, главное, для объективности собрать требуемую информацию. Как правило, дополнительные аналитики они присущи для любого бизнеса, но они, естественно, будут разные. В правой части от заголовка дополнительной аналитики я привел наиболее часто используемые варианты аналитика. Это проект, СФО, Центр финансовой ответственности, этапы проекта, допустим, тип проводок. Тип проводок немножко реже используется, но на мой взгляд крайне важная аналитика, вот живой пример, когда мы делаем в управленческом учете проводки без документов, когда документы еще не пришли, подтверждающие от заказчика, но мы четко знаем, что эта проводка будет, мы делаем так называемую вручную операцию, в международном стандарте это называется операция Акруалс, когда мы делаем начисление без подтверждающих документов, но когда документы придут, нужно вернуться будет к тем проводкам, которые проводились вручную, и их сторнировать, и сделать новые проводки по уже подтвержденным документам. И чтобы не выискивать вручном режиме, очень удобно поставить тип проводки с наименованием Акруалс, и потом отсортировать по этому типу проводки, и очень легко будет всегда найти ту ручную операцию, ее сторнировать. Если это не сделать, то у бухгалтерии очень большие трудозатраты возникают по нахождению, по вспоминанию, какие проводки проходили без подтверждающих документов, и это часто просто потеря времени. Естественно, дополнительные аналитики вот этим перечнем не ограничиваются, их может быть гораздо больше. Сколько и какие зависит от конкретного бизнеса, безусловно. На сегодняшний день существует несколько видов формирования и способов формирования вот этих сквозных аналитик. Первое, самое распространенное, которое было всегда, это субконта к плану счетов бухгалтерского учета. Это все программы 1С-овские всегда умели делать, но, как правило, вот этих количеств субконтов не хватает. Тут всего три, в международном стандарте четыре субконта. Мы с вами уже на вскидку гораздо больше их посмотрели. Соответственно, как правило, этого не хватает, пользователи начинают каким-то образом расширять возможности. Современные программы позволяют это сделать уже на базовом уровне, потому что программы умеют это делать и специально разрабатывались для того, чтобы можно было вводить большее количество дополнительных аналитик. Но пока не вводили новые программы, бухгалтера и финансовые директора аналитики пытались искусственно это сделать путем расширения перечня статей. Я много раз встречался явно искусственно увеличенным, расширенным, раздутым в этом справочнике. Лет пять назад меня шокировало количество в 650 строк, явно много, я считаю, что всегда 150-200 это предел, который практически полностью может удовлетворить любой бизнес. Но вот сейчас я на проекте работаю, у них 970 статей, ну это реально шок, и естественно такой справочник в 970 статей практически невозможно нормально эксплуатировать и обслуживать, это слишком большие трудозатраты. Всегда возникает дублирование этих статей, либо использование не той статьи, просто ошибка щелканья по той статье. И чтобы это уменьшить, конечно, необходимо использовать совокупность признаков и совокупность аналитик, чтобы уменьшить количество этой статей. Как это делается в современных программах? План счетов и субконта мы с вами обсудили. Существует два таких основных приема. Это расширение дополнительными аналитиками видов видами аналитик статей оборотов, статьи движения денежных средств, либо статьи доходов и расходов. Вот я показываю вам на экране сейчас выдержку, это из программы 1С ERP, где привязываются дополнительные аналитики к статьям, в частности к статье бюджетов. Второй вариант расширения аналитик это привязка аналитик к первичным документам. Что лучше, что хуже, это субъективная практика. Лично мне больше нравится, когда привязывается к документам. Объясню почему. мы любую операцию все-таки оформляем первичными документами и сопровождение от операции тоже оформляется первичными документами. И когда мы необходимый перечень аналитик привязываем к документу, мы себя как это сказать снимаем ответственность и снимаем обязанность контроля дублирования. Этих дублей очень много возможно. И сегодня я покажу специальный пример о каких дублях я говорю. И намного проще отследить всю линейку документов и всю цепочку сделок, если мы привязываем аналитики к документам. Но это не обязательно. Кто-то скажет мне удобнее по счетам и аналитикам не к счетам а к статьям привязывать. Ну да, это практика у каждого своя и такой и такой способ он абсолютно нормальный допустим кому как удобнее так и делать. Но одно но в обязательном порядке очень детально и очень внимательно необходимо выбирать те дополнительные аналитики которые необходимы которые вы будете привязывать к статьям либо к документам. потому что очень легко использовать вот этот шанс привязать аналитику вместо пользы вы получите просто дублирование данных. Это очень часто происходит. Более того если мы привяжем какую-то аналитику и потом сделаем проводки вы тоже это все прекрасно знаете мы практически не сможем потом это исправить. Нам придется распроводить все документы и исправлять что зачастую бывает просто невозможно если большая масса документов и более того если уже на основе первичных документов уже есть дочерние документы там целые цепочки очень сложно и практически невозможно это сделать либо очень очень сложно поэтому в самом начале пути еще на фундаменте необходимо очень внимательно проследить цепочки документов которые будут участвовать в в бизнес процессе выписать все аналитики все реквизиты которые в этих документах используются посмотреть каких этих аналитик не хватает и чтобы они не дублировались и только после этого их привязывать к документам либо к статьям если эту работу сделать очень внимательно тогда никаких проблем не возникает и все прекрасно работает если это не сделать то вы все время будете натыкаться на дублирование значений более того ну к примеру и сейчас я как раз пример именно на этом сделал к примеру есть подразделение реквизит подразделения вы привязали вид аналитики дополнительных подразделения а в каком-то из документов первичных это подразделение уже участвует как предопределенный реквизит он есть уже в этом документе и в документе он будет условно производственное подразделение а в статье будет какое-нибудь другое подразделение вот сразу же конфликт и его придется каким-то образом все время отслеживать и чтобы этого не делать вот в самом начале пути нужно прописать всю карту вот этих аналитик и все документы которые участвуют в сделке и проверить чтобы эти аналитики эти реквизиты не дублировались очень важно давайте перейдем теперь к нашей программе 1С ERP и посмотрим как эти аналитики настраиваются в ERP в ERP вот я на экране сначала вывел и мы чуть позже посмотрим на живой программе как это реализовано только один способ привязки дополнительных аналитик это привязки к статьям но здесь два варианта слева это статьи бюджета для аналитик привязываются вот 6 аналитик можно к статье бюджета привязать справа это статья регламентированного учета естественно она может быть как статья доходов-расходов так и статья движения денежных средств здесь вариантов не так много вот в красном прямоугольничке выделил типы аналитика расходов но к сожалению мы можем выбрать только один вариант какой-нибудь там 5 или 6 здесь не получится соответственно мы сразу же сталкиваемся с проблемой разных возможностей статья бюджета привязывается 6 аналитик статья регламентированного учета привязывается только одна дополнительная аналитика то есть один разрез учета который мы можем расшифровать явное несоответствие и вот это несоответствие приходится каким-то образом нивелировать на мой взгляд самый простой способ если мы используем договор с контрагентом его и там и там привязать и в договоре прописывать максимальное значение дополнительных аналитиков и максимальное значение реквизитов но это тоже не всегда получается поэтому очень важно этот баланс найти в самом начале пути Оксана спрашивает вопрос торнировать в ERP но видимо это вопрос возник когда я рассказывал про окролсы и варианты торнирования безусловно в ERP либо в любой другой программе в которой вы работаете эта ситуация постоянно возникает по международным стандартам документам и даже не документам а правом проводить сделку и операцию по счетам не обязательно относится только к первичным документам это может быть любой другой документ это может быть протокол это может быть соглашение о намерениях либо еще что-то в регламентированном учете в российском более жестко вот эти вот протоколы и соглашение о намерениях их нельзя применять как первичный документ на основе которых прав есть сделка может быть только бухгалтерская справка и соответственно возникает необходимость ручной операции чтобы потом в управленческом учете естественно не в регламентированном чтобы потом ее отменить каким-то образом желательно подкрасить эту операцию вот мой вариант окровался и типа проводки это как раз для того чтобы просто подкрасить ручную операцию чтобы ее можно было потом быстро найти и сторнировать у любого менеджера у любого консультанта может быть своя ситуация и свое предложение по решению вот этих вопросов их может быть бесконечно множество так теперь мы переходим на демонстрацию программы как я уже сказал чуть раньше в 1С ERP аналитики привязываются к статьям и напомню две параллельных реальности статьи бюджетов и статьи регламентированного учета они привязываются по разному давайте зайдем в раздел бюджетирования и планирования статьи бюджетов вот она у меня уже открылась коммерческие расходы но любую статью мы можем открыть проваливаемся в коммерческие расходы и видим что в внутри в карточке статьи бюджета есть возможность привязки видов аналитик давайте я разрешу редактировать вот и мы получаем возможность дополнять эти аналитики для того чтобы обеспечить сопоставимость данных необходимо связать коммерческую статью бюджета со статьями регламентированного учета довольно удобно и полезно это делать в аналитиках то есть одно из аналитик как раз зарезервировать для статьи бюджета я проваливаюсь от аналитика 3 провалился в справочник аналитики статьи бюджетов этот справочник он предопределен выбираю статьи расходов выбрать и вот и мы получаем возможность еще расшифровывать нашу статью бюджета статьями расходов естественно таким же образом мы можем дополнить и 4 5 6 аналитик мы проваливаемся в справочник аналитики статьи бюджетов как я сказал он предопределенный здесь уже достаточно много аналитик которые программа нам предоставляет возможность изначально когда вы расшифровываете разворачиваете но при этом у нас есть возможность и создавать свои дополнительные аналитики если вдруг нам не хватает чего-то сейчас не буду создавать просто покажу как без желтенького точки кружечка добавлены новой аналитики номенклатура макрорегион что-то еще расходные материалы вы можете свое добавить это очень просто здесь не будем тратить на это время просто создать и выбирать наименование идентификатор для формул он автоматически проставится тип аналитики выбираем из выпадающего перечня выпадающий перечень он закрыт его можно менять только через конфигуратор но его достаточно много и тут достаточно большой перечень вам скорее всего хватит отключаю отключаю статьи расходов давайте оставим пусть они будут записать и закрыть таким образом настраивается привязка дополнительных аналитик к статьям бюджетов естественно в каждой статье это делается индивидуально для каждой конкретной статьи и это нужно тоже очень аккуратно делать точно таким же образом необходимо и отслеживать и провести сначала мэппинг какие дополнительные аналитики вам потребуются вам необходимы будут второй вариант параллельной вселенной это статьи расходов регламентированного учета я совершенно произвольно взял статью расходы на коммунальные платежи давайте провалимся так я тоже разрешу редактировать этих реквизитов вот и мы с вами получаем следующую картинку вот перечень типа аналитик расходов зависит от типа расходов у меня сейчас выбраны прочие операционные вне реализационные расходы и программа позволяет такой выбор аналитик если мы с вами поменяем тип расходов у нас и перечень тип аналитиков поменяется смотрите расходы на побретение товаров у нас всего в одну строчку очень мало типов аналитиков расходов если мы с вами перейдем на допустим сладское хранение и обработку у нас уже чуть-чуть увеличился вариант ну и таким образом выбирайте в зависимости от сути экономической и коммерческой сути наименования этой статьи выбирайте тип расходов естественно так как у нас коммунальные платежи поэтому я выбрал прочь операционные и вне реализационные расходы и он вот этот тип расходов позволяет и выводит самое большое количество тип аналитиков расходов я в настоящий момент выбрал не прочие расходы а подразделение абсолютно осознанно можно это считать как ошибка оператора или специальный выбор как угодно мы выбрали подразделение давайте записать запишем вкладки регламентированный учет и ограничение пользователя здесь сейчас разбирать детально не будем я вел счета учета 26 еще списание 9102 правильно неправильно это уже вторично я не аудитор может быть что-то неправильно но опять это не суть важная сейчас мы рассматриваем возможность учета по аналитикам статью ввели и чтобы посмотреть к чему нам приводят выбор расшифровки подразделения давайте мы с вами проведем какой-нибудь документ я уже естественно подготовил документы закупки и я выбрал документ приобретения услуги и прочих активов немножко ввел до вас при подготовке давайте посмотрим что у нас получилось база демо и здесь НДС к сожалению немножко подключивает я выбрал таким образом просто перебором одно из окошечков пустое значение вот это предпоследнее мне выдало как раз 20% НДС которая которая необходима поэтому просьба не придираться к отображению естественно в вашей программе там все будет нормально и 20% здесь ставка НДС будет высвечиваться но главное посчитало правильно и помните мы выбрали аналитику подразделения давайте вот я удалю сейчас мы выбрали расходы на коммунальные платежи статья та статья которая выбрана если мы на коммунальные платежи выбрать и у нас аналитика сразу же производственное направление позволяет выбрать то подразделение которое нам необходимо но производственное направление я до этого выбирал соответственно программа просто запомнила последний вариант и она ее подставляет можно выбрать любое если мы выберем не подразделение а против расхода либо ЦФО либо любое другое аналитику которая позволяет программа дает возможность да вот статья расходов помните вот любое другое мы выберем соответственно расшифровка позволит и выбрать тот элемент который входит в выбранную аналитику производственное направление записать провести почему я показываю так детально сейчас мы разберемся и поймем немножко ждем так слава богу быстро мы получили с вами проводки и субконта счета производственного направления производственное направление вот вроде бы все правильно все красиво теперь давайте мы с вами на основе этого документа приобретения услуги и прочих активов сформируем расходы списания безналичных денежных средств но сначала естественно нужно заявку на расходование денежных средств сделать я это уже сделал вот она у меня есть но я именно таким путем ушел на основе документа приобретения услуг я сделал заявку на расходование денежных средств вот она что я хотел на что я хотел обратить внимание ваше помните мы в статье расходов выбрали расшифровку дополнительную аналитику как подразделение но у нас заявки на расходование денежных средств подразделение уже стоит как предопределенный реквизит он уже здесь есть он уже здесь заполнил соответственно ну наверное не стоило выбирать в расходах вот здесь этот предопределенный элемент к подразделения потому что в одном из документов первичных он уже есть и мы просто продублировали эту возможность естественно это а возможность ошибки потому что мы можем выбрать в приобретении услуг вот здесь вот другое подразделение а в заявке рассудования средств соответственно будет отличаться и мы уже получим не совпадение это программа к сожалению позволит сделать и чтобы этого не было вот эти дублирования нужно исключать соответственно статьи расходов конечно желательно все-таки не подразделения что-либо другое программа по умолчанию ставят прочие расходы можно любое другое выбрать но только то что будет необходимо бизнесу и что не будет дублировать с реквизитами первичных документов вот это главное так с вашего разрешения немножко переключусь и посмотрю вопросы чтобы нам не уходить далеко если есть вопросы пожалуйста задавайте давайте я отвлекся и соответственно уже сделаем небольшую паузу на ответы вопросы так дополнительных вопросов стали появляться так отвар спрашивает если оплату за коммуналку необходимо разбить по нескольким подразделениям на самом деле здесь несколько вариантов во первых есть возможность разбить эти платежи другими инструментами по базам распределения так называемые это есть отдельный пункт и отдельный инструмент либо сделать несколько заявок и разбить изначально в ручном режиме на несколько заявок на несколько платежек и так и так можно это сделать никаких проблем вот в программе в заявке на расходы в принципе можно сделать списком и сумму разбить вот списка соответственно вот несколько сделать несколько строк таким образом можно сделать поэтому как удобнее выбирает пользователи выбирает бизнес но варианты такие есть запись будет да это запись будет я это уже говорил поэтому не переживайте еще вопросы какая из аналитик про цифру но цифру это управленческая аналитика это если проводить аналитик анал аналогию с регламентированным учетом это подразделение грубо говоря но подразделение относится конкретной организации кому предприятию а цифру в управленческом учете как правило относится ко всей системе ко всему предприятию либо к холдингу то есть это виртуальное распределение цифру который может относиться к разным организациям которые входят в одну группу в один холдинг вот в настоящий момент цифру я не представлял его здесь нет это нужно отдельно справочник заводить справочник цифру так еще буквально минутку и мы пойдем дальше еще раз проверю ответы на вопросы правильно поняла что аналитика статья расходов не должна синхронизироваться в документе анастасия честно говоря не очень понял вопрос не должна синхронизироваться в документе анастасия просьба немножко расшифровать я честно говоря не не очень понял что нужно ответить так романа как быть если дата в управленческом учете регламентировать учете разные как это отразить документах но даты желательно все-таки синхронизировать особенно если важные документы либо в управленческом учете но в принципе допустимо не дата а период допустим месяц месяце в мае были какие-то платежи вот если это не какие-то действительно очень важные платежи если важны ну конечно все таки синхронизировать эти даты специального инструмента для этого нет это в ручном режиме формируется как правило в бюджете укрупненные платежи и статьи бюджета можно и внутри бюджета разбивать на более детально более точно вот либо планфактный анализ проводить но планфактный анализ необходимо проводить по совокупности признаков по договору по номеру документа по дате по подразделению по организации вот поэтому совокупности данных планфактный анализ а вот по датам все-таки ну желательно и отконтролировать так анастасия чтобы не было дублирования чтобы не было дублирования желательно вначале в настройках все-таки проверять вот эти привязку дополнительных аналитик когда они появляются впоследствии но здесь не всегда бывает красивая ситуация я часто очень встречаю по допустим заявка на расходование денежных средств вкладка основное если мы привязываем дополнительную аналитику к документу они кстати кто при документ у нас позволяет сделать управление холдингом там ограничено там только к документам бюджетирования а вот если вы слышали или знакомы с документ с программой бит финанс там у них вот в этой программе способ привязки дополнительных этих аналитик документам это основной способ практически единственный там к статьям не привязываться то часто возникает ситуация когда документа заявка допустим раскрываем и здесь два подразделения один идет предопределенно потому что он уже был в документе одно подразделение привязали как дополнительную аналитику и вот такие катаклизмы они к сожалению случаются чтобы этого не было необходимо в самом начале правильно смоделировать вот эту ситуацию и те дополнительные аналитики которые необходимо привязать вот если это сделать и правильно тогда никаких проблем не будет так вопросы разве статья станислав разве статья расходов на проле на управленческая сущность не управленческая сущность извините очень мелкая просто и настройка типа аналитиков статьи расходов не влияет на отражение в регламентированном учете не всегда в регламентированном учете в ерпи вот настройка типа расходов и выбор типа аналитик ну реально существенно особенно в расчете себестоимости если сделать неправильно вы просто себестоимость не посчитаете здесь очень жестко в 1 с ерпи вот этот совокупности расходов и выбора тип аналитик но очень 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 капризно здесь нужно очень внимательно более того и при этом нужно четко привязывать регламентировать счет вот этот налоговой против расхода либо что-то тут выпадающий список давайте я вот сейчас разрешу редактирование и мы с вами увидим вот это расшифровка налогового учета вот вот эти три элемента очень 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 внимательно необходимо выбирать если мы выберем не тот вид расхода до условно представительские расходы это повлияет на выбор счетов учета мы неправильные счета учета сможем тогда выбрать если сделаем это правильно допустим прочие расходы у нас программа нам помогает какой-то степени и ограничивает только те счета которые мы можем выбрать в данной ситуации есть комбинации когда программа позволяет выбрать только один или два счета в данном случае здесь чуть больше возможностей потому что более простой и более свободно этот комбинация с прочими расходами поэтому очень внимательно необходимо эту выбирать есть программы где этого требования менее жесткая ну там немножко проще вот программа ерпи вот особенно в кайл в плане себестоимости жесткая по той причине потому что ерпи это производственная программа и она строит учет на операционных данных программа управления холдингом либо бухгалтерия строит учет на проводках на рекламентированных бухгалтерских данных поэтому и требования немножко разные так еще вопросы коллеги в принципе вот все необходимое я показал тема функционально очень важная и вот самый главный посыл это не торопиться и при начале внедрения очень важно сделать правильный отбор всех аналитик которые будут участвовать в дальнейшем в управленческой отчетности их в обязательном порядке нужно обеспечить в самом начале пути чтобы они появлялись в первичных документах и появлялись в регистрах накопления если вы это сделаете в регистрах накопления у вас будет вся информация в полном объеме тогда вы сможете в конечном итоге сделать любые отчеты отчеты рисуются и делаются в любом случае на основании тех данных которые у вас скопились в регистрах накопления естественно в полном объеме поэтому если вы сделаете в самом начале пути то никаких проблем у вас в конце пути не будет если это не сделаете все время будете сталкиваться с ситуацией когда каких-то данных либо не хватает либо они занесены неправильно дублируют но и тогда летом тому подобное и очень тяжело исправлять это все вот для демонстрации для 1s erp здесь не очень много всего два варианта да это привязка статьи бюджетов здесь немножко более свободный вариант больше значений и статья статьи расходов регламентированного учета здесь более жестко и более дисциплинарно до требует больше дисциплины вот и все все остальное это только доработками уже программистов я готов еще немножко подождать потому что время еще есть 9 минут вопросы очень буду рад ответить на вопросы если будут какие-то более сложные вопросы не смогу сходу ответить мы подготовим 0 я подготовлю ответы и мы разошлем эти ответы так я прокручу сейчас еще мария место в структуре видимо вы мария задали вопрос когда я что-то рассказывал честно говоря сейчас уже не могу привязать вот место в структуре если можно расшифруйте пожалуйста немножко что вы имеете ввиду вместо в структуре мы гульнара к сожалению ни разу не удалось подключиться мы вышлем запись и вышлем презентацию обязательно вы все получите так эдуард если у вас несколько о и п то по каждой организации придется настроить настройки делать так получается не совсем а потому что справочники статей бюджетов и статьи расходов они едины для всей программы соответственно для каждой организации они будут использоваться единые справочники а вот справочники подразделений да это нужно будет для каждой организации делать свои вот и здесь тоже очень аккуратненько нужно делать что делать если отклонение между управленческим учетом и регламентированным разные проекты например на самом деле я очень люблю реквизит проекты и эту аналитику проекты но в 1с erp это немножко сложнее что ли сделать одной простой причине давайте я как раз покажу очень правильный вопрос вот когда мы выбираем тип расхода прочие операционные вне реализационные расходы программа нам позволяет выбрать справочник проект но к сожалению это единственный тип расходов где-то пресс возникает во всех остальных случаях нам проект придется привязывать искусственно каким-то образом либо доводить новый реквизит даром это доработка документ либо через договор в договоре прописывать при в общем варианты разные либо как допустим позволяет сделать тот же условно извините не я вынужден ссылку на другую программу это делать в бит финансе привязывать дополнительные аналитики документу ну да тогда проект будет сквозной по всем документам в erp это немножко сложнее сделать если не проекту но тогда через систему договоров но вы четко должны понимать что должен быть договор верхнего уровня который собирают под собой все договоры нижнего уровня ну что-то вроде тоже структура проектная может таким образом делать надеюсь ответил на вопрос так эдуард если мне не хватило наглядного примера по аналитикам эдуард давайте если вы конкретный вопрос зададите я готов показать конкретные более конкретный пример если не успеем сейчас мы можем с вами связаться индивидуально я покажу тот вопрос тот пример который интересный лично вам так роман какие именно регистр хранят данные аналитики данные аналитик ну на самом деле здесь два блока регистров это управленческие регистры и бухгалтерские стандартный журнал бухгалтерский проводок он формирует регистры а более детально я вам честно скажу я сейчас их не помню это нужно выбирать в принципе давайте я запишу этот вопрос или тоже в рассылке пришлем мой каюсь не помню их наизусть эти регистры вот но давайте я подберу и в рассылке это будет я прям себе записываю но сегодня же это сделаем так еще вопросы по регистрам до несколько человек уже спрашивают это роман александра я пришлю это перечень регистров как сказал это все таки больше разработчики работаю с ними поэтому я косвенно касаюсь и регистра но выберу это несложно максима а как же направление деятельности это сквозная аналитика почти через все объекты направление деятельности да вы абсолютно правы это очень удобная аналитика но это параллельная вселенная которая позволяет это провести но направление деятельности это слишком широко направление деятельности выпуск мебели направление деятельности выпуск модели обуви а внутри есть огромное количество потребностей более детально более узко делать отбор соответственно для этого конкретной Аналитики, дополнительные аналитики предназначены, либо совокупность этих аналитик. Поэтому подразделение это только один из вариантов, но в большинстве случаев не является решением вопроса. Эдуард, подразделение я понимаю некий отдел и по нему могут быть расходы по разным ОИП. Для данной структуры это будет один отдел или несколько. На самом деле подразделение либо отдел привязывается к конкретной организационной структуре, к конкретному предприятию. Поэтому он сквозным не может быть по всей группе компаний. Либо необходимо будет делать какой-то документ, который свяжет эти подразделения. Мы называем это регистры соответствия. Но эту же задачу в принципе делает как раз и справочник структур ЦФО. Он как раз и необходим для связывания различных подразделений в одной воедино и по как раз этому ЦФО. Можно делать отбор. ЦФО необходим для того, чтобы связать и сделать мэппинг разной подразделения с одним и тем же функциональным назначением, но с разным названием в какую-то единую структуру. Для этого и служит ЦФО. Мария, если невозможно сгруппировать статью бюджета и статьи рекламентированного учета, можно привязать к документу еще одно поле и управленческая статья в отдельном папе статье ДДС сделать? Ну, теоретически можно, только зачем? Это очень сильно усложнит задачу, на мой взгляд, и утяжелит документ. Существенное расхождение, группировка не обойтись. Ну, безусловно, в каждом конкретном случае необходимо очень тонко настраивать. Но вот из моей практики, то, что я всегда очень настоятельно рекомендую заказчикам, статьи регламентированного учета и статьи управленческого учета нужно делать максимально идентичные. Самое лучшее, чтобы они были прям 100% через знак «равно». Когда мне говорят, что цели управленческого учета и регламентированного немножко разные, но я считаю, что они легко решаются, даже если эти справочники будут через знак «равно». Зато это существенно облегчает вообще жизнь и настройщикам, и в дальнейшем тем же аналитикам, и управленцам, тому же финансовому директору, который в начале пути сопротивлялся уравнивать эти справочники. Потом это нормально абсолютно работает. На адекватность, объективность и, главное, сопоставимость данных обеспечивается очень просто, и управленческая отчетность от этого только выигрывает. Коллеги, большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня сделаем рассылку, соответственно, на презентации записи, и вот вопрос на перечень регистров я сейчас прям подготовлю, и всю мы рассылку эту с вами сделаем. Всем большое спасибо, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!